В самый холодный день зимы, 30 января, в 25-й школе Олимпийского резерва стартовал чемпионат и первенство Омской области по спортивной гимнастике. Среди женщин, юниорок и девушек. Морозов участники соревнований не испугались. Явка стопроцентная. Девушки от первого юношеского разряда до мастеров спорта. Всего более 70 человек выступали на гимнастических снарядах, соревновались в вольных упражнениях и опорном прыжке. У нас отдельно в чемпионате области участвуют мастера спорта. То есть все остальные девочки, выступающие, начиная с первого юношеского разряда и до кандидатов в мастера спорта, участвуют в первенстве Омской области. Уже прошла первая смена, участвовали самые юные гимнастки по программе первого юношеского разряда и мы выявили самых сильнейших. Торжественное открытие соревнований, а уже известны первые победительницы. Золотая медаль вручается 10-летней Кристине Мерх. Говорит, когда выполняла упражнения на бревне, досадно упала и думала, что будет второй. Но все сложилось удачно и остальные элементы удались. Ну это на вольных, как рандат, два фляка, сальто вперед, на брусьях, подмах поставить, ноги запрыгнуть на жертву, на бревне медленно назад и сальто. Мастер спорта Ольга Тё, гимнастка опытная, стабильно входит в состав сборной Омской области. Региональный чемпионат – лишь первая ступенька на пути к всероссийским стартам. Важно отнестись к домашним соревнованиям со всей серьезностью. Для меня сначала чемпионат области было, это что-то, самые серьезные соревнования, я к ним, наверное, целенаправленно готовилась. Всегда так старалась учить новые элементы, чтобы вставить там в комбинацию, ну как бы показать себя на высоком уровне на этих соревнованиях. Готовилась к ним серьезно. Сильнее других в своих категориях стали Алена Недовба, Алина Дубовик, Наталья Светлова, Анастасия Самкова, Алиса Батрова. Лучшие гимнастки уже в феврале представят наш регион на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа.